8 стаканов. И как? Нормально себя чувствуете? Я думаю, если это войдет в привычку, ваша жизнь изменится. Но помните об одном, что если хорошие советы остаются всего лишь советами, если ими не пользоваться. Ну а если вы будете принимать вот эти маленькие простые советы, вы, возможно, предотвратите множество неприятных болезней и ощущений. И сейчас с большим удовольствием я хочу пригласить на эту сцену врача высшей категории, директора клиники Александра Рубана. Встречайте! Добрый вечер. У нас сегодня вместе с вами очень и очень интересная тема, потому что мы будем говорить о том лекарстве, которое люди ищут очень давно. Нет ни одного такого человека, который хотел бы не иметь морщин. Есть такие люди, которые не хотят, чтобы не было морщин, чтобы память была очень хорошей, чтобы не стариться, чтобы не было седых волос, чтобы не ломались ногти. Все всегда хотят быть молодыми. И очень давно уже люди начали искать, где же найти вот этот эликсир молодости. Потому что в молодом возрасте всегда мало болеют, в молодом возрасте люди более энергичные. И все-таки, где кроется причина? Сегодня мы с вами поговорим именно на эту тему. Есть такое вещество, есть такое лекарство, которое называется мелатонин. Вы видите, здесь написано, гормон для отдыха и для омоложения. Что делает мелатонин? Что он в нашем организме делает полезного для нас? Защищает против свободных радикалов из определенных канцерогенов. Канцерогены – это вещества, которые вызывают рак. Гербицидов и излучения. Защищает и помогает сражаться со злокачественной опухолью. Это мощный иммуностимулятор, тот, который улучшает действия нашей иммунной системе и тем самым не дает, не оставляет возможности микроорганизмам, для того, чтобы они паразитировали в нашем теле. И замедляет, конечно же, процессы старения. Еще что помогает делать – мелатонин. Помогает контролировать стресс. Увеличивает способность организма поднимать настроение и ощущать удовольствие. Понижает холестерин, давление и риск аритмии. Риск остеопороза понижается. И вот, если настолько это хорошее вещество, почему бы не съедать утром полкилограмма, днем и вечером? Но Гиппократ в свое время сказал, что доза делает вещество либо лекарством, либо ядом. Поэтому лишь только в некоторых странах, таких как Англия и Канаде, свободная продажа этого лекарства запрещена. Это лекарство отпускается только по рецептам, которые прописывает врач. Где же на самом деле образуется это вещество в нашем организме? Вы видите, здесь показана в разрезе голова человека, и здесь видно эпифис и гипофис. Именно здесь образуется это полезное вещество мелатонин. Многие говорят, что эпифис, и называют эпифис шишковидной железой, и говорят, что в процессе эволюции он утрачивает свое значение, и он уже не нужен. Давайте попытаемся просмотреть, действительно ли не нужен этот орган в мозгу. Он выделяет эпифиламин, белок, который увеличивает ученические способности и замедляет старение. Нужен? Нужен. Серотонин. Подымает настроение, влияет на сон и уменьшение боли. Аргининовазотоцин. Высокоактивный белок, способствующий глубокому сну. Спать нужно или нет? Нужно. Мелатонин. Укрепляющий и омолаживающий гормон ночного времени. И вот, если мы посмотрим на такой вот диаграмме, где снизу обозначены цифры, это годы, и здесь уровень мелатонина, то мы обратим особое внимание на то, что в юные годы очень высоко уровень находится мелатонина. Поэтому, если мы посмотрим на детей, которые до 20 лет, они всегда скачут, прыгают, всегда активны, уже лишь в позднем возрасте, туда уже дальше, до 30, 40, 50, 60, люди становятся менее активными, больше обирают уже сидячий образ жизни. Почему? Потому что больше вырабатывается мелатонина именно в юные годы и в годы молодости. И уже чем больше человек набирает лет, тем меньше и меньше происходит выработка этого полезного вещества. Давайте посмотрим, при каких условиях и когда вырабатывается этот мелатонин. Он может вырабатываться во время сна. Вот здесь хорошо видно, что мелатонин начинает свою выработку с 19 часов вечера. Пик его приходится на 2 часа ночи. И в 7 часов утра потихоньку начинается уменьшение выработки мелатонина. Поэтому отсюда несложно сделать вывод, что ночью нужно что делать? Совершенно верно. Ночью нужно спать. Вот факторы, которые способствуют увеличению числа мелатонина в организме. Так уже человеческий организм устроен, что наше тело не напоминает и не существует каким-то подобием аккумулятора для того, чтобы в себе накапливать это вещество. Поэтому есть определенная потребность организма в ежедневной выработке этого вещества. Свет и темнота проходят сигналами сквозь сетчатку глаза через оптический нерв к мозгу и соединяются с сигналами человеческих часов, давая команду начать или остановить образование мелатонина. Мелатонин может также образовываться прямо в сетчатке глаза в условиях темноты без участия эпифиза. Поэтому спальни, в которых мы спим, должны быть шторы плотные для того, чтобы ни свет фонарей, ни свет проезжающих машин не попадал и ни в коем образом не влиял на сон. Самый лучший сон когда? Во сколько нужно ложиться спать для того, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо? Вечером. Понятно. Во сколько вечером? В 10. Да. В 22 часа самое лучшее время для того, чтобы начать спать. Сон намного лучше до полуночи, чем после. Многие, особенно из студентов, говорят, я посижу подольше, поучу. Ну вот перед экзаменом. Но на самом деле лучше раньше лечь спать и потом раньше встать. Раньше встать, проснуться, и больше будет тогда, конечно же, запоминаемость. Поэтому 2 часа до того, как мы ложимся спать, приравнивается к 4 часам после полуночи. И вот натуральный свет есть самое лучшее средство для образования мелатонина. Солнечный свет – это есть натуральный исцеляющий компонент. Инвалиды слишком часто лишают себя солнечного света, а ведь это одно из натуральных средств исцеления. Это очень просто, поэтому не модно, чтобы не наслаждаться солнечным светом от Бога в наших домах, как бы его присутствием. Бодрость поддерживает молодость, дает сопротивляться нездоровому влиянию, следовательно, есть большая необходимость для людей в преклонных летах иметь много света и свежего, чистого воздуха. И вот хочу, чтобы вы обратили внимание, самое лучшее, что можно сделать – это упражнения. Упражнения увеличивают выработку мелатонина. Физические упражнения. Но мелатонин, он также содержится и в пище. Но в пище мелатонина настолько мало, что он исчисляется не в миллиграммах, а еще более в меньшей единице измерения – в пикрограммах. Где есть мелатонин? Ячмень – 378 пикрограмм. Национальный украинский продукт – банан – 460 пикрограмм. Помидор – 500. Изюм – 583. Рис – 1006. Кукуруза – 1366. И овес – 1796. Больше нигде нету мелатонина. Но есть также еще определенные продукты питания, которые помогают организму вырабатывать мелатонин. Это триптофан. Где есть триптофан? Уже в миллиграммах. Цельное молоко – 46 мг. Грецкий орех – 290 мг. Миндаль – 322. Семя сезам – 358. Глютен, зерна – 510. Тыквенное семя – 578. И тафу – 747. Тафу – это соевый сыр. Еще один витамин, который помогает нашему организму вырабатывать мелатонин. Это витамин В6. Он есть в фасоли – 0,51 мг. Чечевица – 0,54. Грецкий орех – 0,56. Банан – 0,58. Семя сезам – 0,79. Семя подсолнечника – 0,81. Атрикот – 0,94. И болгарский перец – 2,22. Хочу чуть-чуть забежать наперед в наших лекциях. И хочу сказать, что особое внимание нужно обратить на болгарский перец. Почему? Потому что именно в болгарском перце суточная норма витамина С для организма. Поэтому, когда он появится в продаже перец, когда он появится на приусадебных участках наших, то нужно взять для себя за правило, для того, чтобы не болеть, для того, чтобы хорошо работала иммунная система, нужно каждый день потреблять хотя бы одну перчину в день. То есть один болгарский перец в день. И вот те привычки, которые увеличивают образование мелатонина. Первое. Это всегда широко открывать шторы для получения большого количества натурального света. И уменьшайте количество искусственного света. Смотрите, что получается. Если есть большое количество солнечного света, мелатонина вырабатывается много. Но когда мы приходим домой вечером и включаем искусственный свет, Чем ярче искусственный свет, тем меньше идет выработка мелатонина. Чем меньше искусственного света, тем больше выработка мелатонина. Спать желательно в полной темноте. Кушать пищу, богатую мелатонином, трептофаном и витамином В6, о которых мы только что говорили. Избегать недостаток кальция. Ограничить перекуски. И практиковать меньше пищи, особенно в вечернее время. Но есть также факторы, которые понижают образование мелатонина. Первый фактор это стресс. Он очень пагубно действует на выработку этого полезного вещества. Еще одно вещество, которое очень часто и очень много рекламируют по телевидению, это кофеин. Кофеин и кофе и вся продукция компании Кока-Кола, они уменьшают выработку мелатонина наполовину в течение 6 часов. Еще один продукт, тоже широко рекламированный, это алкоголь. Понижает производство мелатонина на 41%. И конечно же табак, он тоже уменьшает выработку мелатонина. Поэтому, вы видите, есть хорошие факторы и есть плохие. Нужно придерживаться для того, чтобы быть молодыми, всегда молодыми и не болеющими. Хороший фактор. Но, не только факторы, но и лекарственные вещества могут уменьшать выработку мелатонина. Какие лекарственные вещества и добавки? Противовоспалительные лекарства. Абсолютно все, любые. Бета и кальция блокаторы. Антидепрессанты и снотворные препараты. Даже несмотря на всю полезность витамина В12, но если витамина В12 больше 3 мг потребляется в день, то, конечно же, это ведет к тому, что уменьшается выработка мелатонина. И еще один, это наркотики. Все эти вещи, они уменьшают выработку мелатонина. Вот, видите, сегодня мы приоткрыли такую занавес. Какой секрет молодости? Какой секрет того, чтобы не болеть? Это больше нужно получать солнечного света. Это нужно вечером ложиться, спать когда? В 22.00. Спать нужно в темной комнате. И когда по возможности есть дневной свет, нужно получать, чтобы в комнате и на улице мы не прятались за солнцезащитные очки. Ну, в летом это да, но в такое время не нужно этого делать. И тогда наш организм будет всегда молодым. Тогда никакие болезни не смогут прикоснуться к нам. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не то, чтобы самому подать. Не жалейте сердца, не таите доброты и нежности своей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не то, чтобы самому подать. Не жалейте сердца, пусть недолго бьется беспокойное в груди оно. Но все же от своего земного долга сердце отступаться не должно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не должно. Мы немножечко пообщаемся, приходите. Будет очень интересно. Ну что ж, дорогие друзья, как мы обещали, в пятницу нас также ожидает сюрприз. Удивительная молодая молодежная драм-группа с таким оригинальным названием Vita Verte будет у нас в гостях. Поэтому приходите. Такого, возможно, вы еще никогда не видели. Также приходят просьбы от наших слушателей, то есть от вас, дорогие друзья, чтобы немножечко поменять время наших встреч. Есть предложение в будние дни нашей встречи перенести на 17.30, а на выходные, наоборот, сделать раньше на 16 часов. Поэтому мы просим каждого из вас подумать до завтра или мы можем следовать такому новому графику, который вы предложили, чтобы в будние дни действительно кто-то может еще работает и немножечко позже будет как раз удобно, а на выходные дни, наоборот, немножечко раньше. Итак, давайте мы подумаем о том, чтобы в будние дни встречаться в 17 часов 30 минут, а выходные дни на 16 часов. Завтра мы еще вернемся к этому вопросу. Ну а сейчас я хочу представить вам ряд тем, которые вы услышите в ближайшие дни. Итак, в четверг 28 января. Тема, которая имеет название «Вторжение из космоса». Мы знаем, что в последнее время в нашем мире появилось очень много проблем. Кто же поможет разрешить все наши проблемы? Возможно, это НЛО, возможно, какие-то пришельцы из космоса специально придут, чтобы спасти человечество? На этот вопрос мы ответим в четверг 28 января. Не пропустите наши встречи. Завтра, в среду, 27 января. Тема «Евреи, арабы, христиане и Иерусалим. Судьбоносный город трех мировых религий. Какое отношение имеет к современному поколению события, произошедшие возле Иерусалима более двух тысяч лет назад?» Об этом мы поговорим завтра в 17 часов. Ну а сегодня тема «Древнейшая цивилизация Содом и Гамора». Я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену специалиста университета Эндрюса, магистра богословия Александра Антонюка. Встречайте! Добрый вечер! Мне приятно снова видеть каждого из вас. Хочу сказать вам, что, по моему взгляду, что все-таки в Кривом Роге неплохо жить. Потому что в январе месяце плюсовая температура – это очень хорошо. Правда, что вчера я имел преимущество поездить немножко по вашему городу. Меня свозили на одно предприятие. И я заметил, что водичка бежала. И вы знаете, такого цвета, какого-то коричнево-красного цвета. И очень многие машины запачканы примерно таким же цветом. Вот это единственная проблемка. А так я уже, в общем-то, смиряюсь, что, может быть, есть смысл думать о том, что в Кривой Рог стоит переехать. Друзья мои, как вам вчерашняя лекция? Я приношу извинения за то, что у нас немножко проблема была с видеопроектором. И мы пытаемся сегодня использовать другой проектор, ввиду того, что есть проблема, которую не смогли пока определить. Но если у нас получится, то мы будем использовать, конечно, лучший проектор. Сегодня я должен сказать вам, что, глядя на прошлое, когда мы изучаем историю древнего мира, это помогает нам открыть нечто, имеющее отношение к нам. И вчерашняя лекция, я думаю, что она могла помочь вам убедиться в том, что Библия, эта древнейшая книга, она имеет огромную значимость и для нашего времени. И те древние, они написали очень важные вещи или очень важные пророчества, предсказания, которые имеют отношение к нашему времени. Вы помните о том, какое наше время? Знание умножилось сегодня. Это правда? Знание умножилось. И как там написано было в Библии в этом тексте, что знание умножится в какое время? Последнее время. И это должно подстегивать нас и осознавать о том, в какое мы время живем. И, конечно же, хочу сказать вам, что меня радует это время. И я абсолютно счастливый человек от того, что я живу в это время, а не сто лет, не пятьсот лет, не тысячу лет тому назад, потому что это торжественное время. Не только потому, что слишком много знания, слишком много прогресса в любых направлениях развития человечества, но потому что это последнее время. Я вам же говорил о том, что произойдет в последнее время. Однако мы будем возвращаться к этим моментам еще много раз. Вы знаете, немецкий поэт Гёте написал, «Отдавая дань и уважение книге Библии, пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно, пусть знания раскрываются до высшей степени, ничто не может заменить Библию. Она есть основа всякого образования и всякого развития». И поэтому не считайте для себя потерянным время, что вы приходите сюда. Это момент, когда вы можете получать образование и развитие. И поэтому сегодня, ввиду того, что мы будем снова вместе с вами открывать библейские истины, и мы заглянем опять в прошлое для того, чтобы посмотреть, почему происходит в мире так много проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И ввиду этого нам нужна мудрость от Бога. Что нам нужно сделать для этого? Я хочу пригласить вас в знак уважения к Богу подняться. Сотворим молитву, пригласим Его в нашу среду, чтобы Он был нашим главным учителем. Спасибо вам! Творец неба и земли, наш Небесный Отец, Мы сердечно благодарим Тебя, Боже, за то, что сегодня снова мы вместе. Спасибо огромное Тебе за хорошую погоду. Спасибо огромное за то, что мы имеем это преимущество, жить в это время. И сегодня, когда мы вместе, когда мы снова будем исследовать древнюю историю, Когда мы прикоснемся к страницам Священного Писания, Пожалуйста, дай нам Твою мудрость, дай нам разумение Твоего Слова. Помоги нам понимать то, о чем будем говорить. Будь нашим учителем и поддержи каждого человека. Ибо молимся Тебе во имя драгоценное для нас, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня мы с вами отправимся в глубь истории. Я бы сказал, что сегодня мы отправимся в самую далекую историю, известную человеку. Но человеку она известна. Это самая древняя история. Только благодаря тому, что есть эта уникальная книга Библия. И она помогает человеку заглянуть в это прошлое. Сегодня, друзья мои, прежде чем мы вернемся в это прошлое, о котором я хочу сказать вам самое-самое древнее, мы с вами должны открыть нечто из древней истории, которая имела место в бассейне Мертвого моря. Вы видите Мертвое море. И хочу сказать вам, что в Мертвом море очень много содержится, вернее, большой процент солей. Я думаю, что многие из вас бывали на море. Здесь от вас море Черное, Азовское, не так далеко. И вы знаете, что есть на берегу моря. Вы имеете представление? Ну, что есть на берегу моря? Я имею в виду не здания, а вот там, где волны прибывают к берегу. Ракушки, еще что? Медузы плавают, да, рыбы можно увидеть, как плавают. Это правда. И это так оно и есть. Но вы знаете, если вы пойдете на Мертвое море, ничего подобного там нет. Кроме на уровне молекулярной жизни, там нет абсолютно никакой, никакой другой жизни. Если вы направитесь к Мертвому морю из Иерусалима, то вы будете проезжать через Иудейскую пустыню. И вы прибудете к Мертвому морю, но по пути вы встретите вот этот памятник, знак, где есть вот эта отметка. Это отметка уровень моря. То есть Мертвое море, оно находится намного глубже. Оно находится 404 метра ниже уровня моря. Поэтому от этого места, когда вы будете опускаться дальше к Мертвому морю, то оно находится просто в земной упадине, которая ниже уровня моря на 404 метра. Ну и конечно же, само море, оно имеет глубину порядка 400 метров. Лежа на воде, можно в Мертвом море читать газету, вот как я, например. Можно читать газету, здесь вот вы можете увидеть нашу группу исследователей. Вы знаете, вот здесь просматривается даже дно. И должен сказать вам, что Мертвое море очень прозрачное. Но однако дно моря настолько оно соленое, то есть настолько много солей, что оно выглядит как просто слитки плавящегося стекла. И по нему практически ходить невозможно. Люди, которые купаются в Мертвом море, они обязательно, обязательно обувают обувь. И должен сказать вам, что Мертвое море, хотя оно держит на воде, но очень легко утонуть. Потому что вы там как поплавок. И запросто можно перевернуться. Должен сказать вам, что многие люди считают, что Мертвое море – это море, в котором есть очень много целебных вещей. И поэтому, если вы заметили, в аптеках, в специализированных аптеках, продаются достаточно много разновидных лечебных свойств Мертвого моря. И вы знаете, я когда серьезно задумываюсь об этом, и думаю, какой это может быть обман? Есть ли Мертвое море? Есть ли оно мертвое? Как мертвое может помочь живому? Это очень большой вопрос. Я привозил грязи, всякие мази своей жене. И, вы знаете, думал поначалу, что оно действительно будет работать. Но я понял, что оно очень дорого стоит, и что это очень хорошо можно зарабатывать, и очень хороший бизнес. Но, однако же, Мертвое море – оно только мертвое. Сегодня мы с вами отправимся на юго-восточный берег Мертвого моря. И хочу сказать вам, друзья мои, это море и эта местность – одна из пустынных мест на планете Земля. Это почти подобно… эта часть, южная часть Мертвого моря, она почти подобна долине царей, где были похоронены в пустыне Сахара много фараонов. И я должен сказать вам, здесь тоже очень редко выпадают дожди и очень жаркая местность. Друзья мои, раньше в этой местности здесь процветала достаточно серьезная цивилизация, которая, к сожалению, исчезла с лица Земли. И должен сказать вам, что из той древней цивилизации хорошо известен историком город под названием Бель-Эдра. Сегодня мы посетим Содом и Гоморру, а вернее и те места, где раньше располагалась эта древняя цивилизация. Мертвое море, когда смотреть на него с самолета или с вертолета, оно напоминает цифру 8. Потому что там есть вот этот полуостров, который вдается вглубь моря. И надо заметить, что Мертвое море за последние порядка 15 лет очень сильно стало подсыхать. И особенно за последних 5-6 лет Мертвое море страшно подсыхает. Оно подсыхает ежегодно порядка 60-70 сантиметров. И сегодня мировое сообщество переживает о том, как спасти Мертвое море. Потому что Мертвое море, в него впадает одна единственная речка, которая называется Иордан. Но, к сожалению, современные люди, которые живут по одну и по другую сторону, то есть и евреи, и арабы, которые живут по одну и другую сторону реки Иордан, они практически выпивают эту воду, эту речку. Воды выпивают. И практически вода никогда с Иордана в последние годы, она практически не успевает добежать до Мертвого моря. Это одна из причин, почему сегодня подсыхает очень серьезно Мертвое море. Ну и, похоже, она на восьмерку, это Мертвое море, похоже, потому что вот этот полуостров дается вглубь. Здесь глубина порядка 400 метров. И здесь глубина. И если смотреть выше самолета, то я должен сказать вам, что сегодня просматривается дно вот здесь, в этом месте. И поэтому создается такое впечатление, что там вообще воды уже нет. Но там еще есть небольшой слой воды. Друзья мои, раньше там, где этот перешеек, был только небольшой полуостров, который вдавался вглубь моря. Но должен заметить вам, что на этом полуострове и на побережье со стороны Иордании было найдено очень много могил. Около 500 тысяч могил. Скажите, это мало или много? Друзья мои, я очень серьезно занимаюсь древними цивилизациями. И должен сказать вам, что при исследовании этих вопросов я не нашел ни одной цивилизации, которая имела бы столько гробниц. Поэтому это подчеркивает, что здесь, в этой местности, очень много проживало людей. Потому что гробниц только около 500 тысяч могил. Интересно отметить, что по оценке археологов, эти гробницы использовались порядка 2000 лет до Рождества Христова. И больше после этого никогда, никогда не использовались. Я просто хочу дать вам такое конкретное представление. Вот большой город или несколько городов, в которых проживает порядка полмиллиона или 600 тысяч людей. Это почти как город Кривой Рог. Недалеко от объема по населению, как город Кривой Рог. И представьте себе, вдруг эта цивилизация, вдруг исчезает. Город, который сегодня имеет 130 километров, вдруг этот город исчезает с лица земли. Огромная проблема. Как это может произойти? Что произошло там? Друзья мои, что очень интересно. Здесь, в этой южной части Мертвого моря, когда-то действительно были города, которые сегодня, часть которых, вернее, покрыта толстым слоем пепла. Мы говорим с вами о южной части Мертвого моря. Сегодня она выглядит пустынной. Но древние историки описывают эту землю как цветущий сад. Описывают как место, где было замечательно жить. Но что больше всего удивляет, так это огромное количество пепла. Все, что можно было видеть, кроме скал, песка, так это пепел и даже слои пепла. И, конечно, этот пепел должен был остаться от огромнейшего пожара. Друзья мои, при раскопках там были найдены человеческие кости. Были найдены глиняные сосуды с надписями, которые датируются днями Авраама, который жил около двух тысяч лет до Рождества Иисуса Христа. С находками археологи обходятся очень осторожно. Например, чтобы не повредить скелет, землю, как правило, удаляют кисточкой для того, чтобы сохранить и не повредить скелет. Слой пепла в этой местности, к сожалению, на что не существует объяснения, достигает порядка двух метров. Пепла два метра. И к этому мы должны прибавить еще четыре тысячи лет, которые спрессовали эти слои пепла. Четыре тысячи лет прошло с тех пор, как произошел там серьезнейший катаклизм. И после этого прошло четыре тысячи лет, и сегодня в некоторых местах слой пепла порядка двух метров. Знаете, очень странно, что это сегодня находится в пустыне. И в этой пустыне 500 тысяч гробниц. Друзья мои, когда спрашиваешь тамошних историков, археологов, «Почему столько много пепла? Что должно было гореть, чтобы нагореть сколько пепла?» Знаете, они отвечают очень просто. Просто очевидно, что был огромный пожар. А я хочу задать вам вопрос. Вы когда-нибудь костер жгли? Вы знаете, когда разжигаешь костер, ну сколько можно гореть, сколько надо дров сжечь, чтобы хотя бы сантиметров двадцать-тридцать было пепла? Вы же представляете себе, сколько нужно было что-то сжечь, досок, дров, для того, чтобы хотя бы сантиметров двадцать-тридцать набрать пепла? Поэтому это непростая ситуация. Там действительно произошло очень серьезное событие. Я сегодня хочу рассказать вам, а что Библия говорит о том событии, которое произошло в этой местности. Знаете, Библия сообщает, что в этой области, в этом регионе земли действительно когда-то располагалась серьезнейшая цивилизация. И надо заметить, что эта цивилизация, она состояла из пяти городов. Библия указывает названия этих городов. Это были Адма, Сиваим, Бель-Эдра, Содом и город Гамора. Теперь я прочитаю из Библии, из книги Бытие 13 главы, то, что представляла собой эта цивилизация. И, конечно же, я уже думаю, что вы знаете, что книги Бытие несколько тысяч лет. И послушайте, что написано в 10 тексте. «Лот возвел очи свои и увидел окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гаморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень». Заметили? Эта местность была как сад Господень. И я знаю, что если сегодня существуют ботанические сады красивые, то это никогда не может сравниться с садом Господним. Но, однако же, Библия описывает, что эта местность была как сад Господень. Сегодня эта местность, она ужасная. Сегодня слои пепла, сегодня там такое положение, там даже трава не растет. Такое впечатление, как будто произошел атомный взрыв. Ну а теперь я прочитаю 19 главу книги Бытия и прочитаю историю, что произошло в этой местности. «И пришли те ангелы в Содом вечером. Лот увидел их и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему. Еще не легли они спать, как городские жители-содомляне. От молодого до старого все мужчины окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где те, кто пришли к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Но они сказали, «Вот пришлец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». Эти люди, они хотели изнасиловать ангелов Божьих. И когда Лот хотел вступиться за ангелов Божьих, то они решили, «Мы тебе еще хуже сделаем». Должен сказать вам, что эти города, эта цивилизация, друзья мои, она была переполнена половыми извращениями. Там процветало лесбиянство, гомосексуализм. К следу скажу, люди спали со скотами. Земля не могла сносить разврата, который происходил в этой местности. И Библия говорит, что эти города были уничтожены. Ангелы вывели Лота и его семью из Содома. И далее Библия сообщает, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу, и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестно сию, и всех жителей городов сих. И встал Авраам рано утром, и посмотрел к Содому, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Вот что удивительно, когда мы оказываемся на севере Сирии, подле Тель-Мардика, селения, о котором я рассказывал вам в воскресенье, это место, где находилась древняя цивилизация, город Эбла. На обожженных табличках в городе Эбле археологи прочитали историю о Содоме и Гоморе. Историки прочитали контракты, которые имели жители города Эблы с жителями городов Содома, Гоморы, Бель-Эдра и так далее. И они поняли, что действительно эта цивилизация существовала. Только в 1964-70-е годы впервые историки согласились с Библией в отношении Содома и Гоморы. Ученые люди считали, что никакой цивилизации такой, как Содом и Гомора, никогда не существовало. Но теперь они узнали, что эта цивилизация существовала. И я хочу сегодня сказать вам, друзья мои, и что уникально, что на табличках Эблы, Эбла, которая погибла 1800 лет до Рождества Христова, а Содом и Гомора погибли и исчезли с лица земли 2000 лет до Рождества Христова. И на табличках Эблы сохранились записи, которые говорят, что произошел катаклизм, что не спал от Бога с неба огонь и сера, и город этот провалился. То есть эти города провалились, и не стало больше этой уникальной цивилизации. Это подтверждает Библию. Хочу прочитать для вас заметку из газеты «Факты» 2002 года. Она называется «Содом и Гомора. Исторический факт». Послушайте. Библейская легенда об уничтожении огнем Божьим Содома и Гоморы находит историческое подтверждение. Геолог из Британии Грэхам Харрис, проводя сопоставительный анализ геофизических данных региона Мертвого моря, пришел к выводу, что причиной гибели этих городов могло стать неожиданное смещение тектонических пластов земли. Взяв такую идею в качестве базовой теории, группа ученых из Оксфорда собрала все возможные данные по истории этого региона и сопоставив их с данными Библии, воссоздали общую картину происходящего в этом регионе на протяжении нескольких тысячелетий. Они определили, что именно в период, описанный в Библии, в этом регионе произошло смещение земных пластов, что доказывает историческую правдивость библейского повествования, поскольку огонь и камни и серо, погубившие нечестивцев, являлись одним из средствий катаклизма. Вот откуда огромный слой пепла. Это было от Бога с неба. Сегодня ученые говорят, что произошел катаклизм, что-то необычное, смещение земных пластов. Вот вам, пожалуйста, еще один важный документ, который подтверждает библейскую историческую последовательность. И я хочу сказать вам, когда я бродил в районе Мертвого моря, до меня дошли слова. Библия права. Ей можно доверять. Я спрашивал работающих там археологов, где конкретно находились эти древние города, главные города из этих пяти, Содом и Гоморра. И вы знаете, они утверждают, что эти города, они находились там, где сегодня южная часть Мертвого моря. Другими словами, хочу сказать вам, это уже мое предположение. Мое предположение, что Мертвое море, оно существовало до этого времени. Но, возможно, оно заканчивалось вот этим полуостровом, который вдается в море сегодня. Возможно, что вот этой южной части Мертвого моря никогда-никогда не существовало. И оно появилось, эта часть моря появилась только благодаря тому катаклизму, который произошел 2000 лет до Рождества Христова. И поэтому сегодня ученые говорят, что Содом и Гоморра, они находятся во глубине моря, в южной части Мертвого моря. Теперь мы знаем, что Содом и Гоморра в действительности существовали. И это факт, от которого никуда невозможно деться. Это еще раз подчеркивает, что Библия – это исторический документ, которому можно абсолютно доверять. Вот почему я верю Библию. Вы тоже можете доверять этой книге. Потому что есть научные доказательства, что это было именно так. К Содому и Гоморре мы с вами возвратимся еще позже на нашей программе. Но теперь давайте подойдем к нашему времени. К 21 столетию. К той реальности, с которой мы сталкиваемся с вами каждый день. Может ли быть уверенным человек в завтрашнем дне? Что представляет собой мир, в котором мы с вами живем? Каждый день мы слышим известия о новых страшных событиях. И самое главное, что мы настолько привыкли к этим событиям, что, в общем-то, мы и не больно волнуемся, если это не касается наших самих или наших родных и близких наших друзей. Совсем недавно в Южной Азии произошло событие, которое потрясло весь мир. Погибло более 300 тысяч человек. В новостях я очень хорошо помню этот момент. Это было в 2004 году, 1 числа декабря. Я слышал, как диктор сказал, такой катастрофы еще не было никогда на земле. Такой катастрофы еще не было никогда на земле. Это можно лишь сравнить, он сказал, с тем, что написано в книге Апокалипсис. А книга Апокалипсис – это библейская книга, которая говорит о последнем времени и о событиях последнего времени, которое предсказало пророчество, что произойдет в последние дни. Вы когда-нибудь задумывались, почему хорошие люди страдают наравне с плохими, а может быть даже еще хуже? Почему невинные люди становятся жертвами преступлений, насилия? Почему добрым людям приходятся так плохо, а злые наслаждаются жизнью и как будто им вообще ничего не вредит? Почему по вине пьяного водителя погибают невинные люди, а сам он отделывается, как правило, легкими какими-то ушибами? Наша планета мучима землетрясениями. Количество землетрясений ежегодно увеличивается. Друзья мои, только в одной Новой Зеландии и близлежащих островах ежегодно происходит около 300 землетрясений. Ежегодно. Это говорит о том, что мы живем в особое время. Друзья мои, наша планета мучима наводнениями, разрушающими все на своем пути торнадо. Она мучима пожарами. Наводнение на Украине было в прошлом году, вы об этом знаете. Друзья мои, не только на Украине, но и в других странах мира происходит нечто подобное. Наша планета, она мучима войнами и многими другими бедствиями. Возросло количество детей, которые рождаются уродами. Возросло количество сирот при живых родителях. Сегодня матери рождают детей и оставляют их прямо в роддоме. Миллионы людей сегодня не имеют что кушать. Миллионы людей, которые не имеют крыши над головой. Почему сегодня умирают молодые люди? Почему умирают дети? Это же неправильно. Люди должны умирать, будучи стариками. А молодые не должны умирать. Почему ненавидят друг друга те, которые вчера говорили, ты знаешь, ты самая красивая, я тебя люблю. А она говорит ему, а ты самый милый и добрый. А затем ненавидят друг друга. Почему это происходит? И сердца порой даже верующих в людей Бога терзает вопрос. Если Бог действительно добр, тогда почему в мире так много существует зла? Сегодня этот вопрос задают все чаще. Но я хочу сегодня сказать вам, Библия, эта книга имеет абсолютный ответ на эти вопросы. Друзья мои, во вселенной есть две противободствующие силы. Бог, Он является творцом любви. Бог является творцом счастья. Говоря о Божьем отношении к человеку, Библия подчеркивает, любовью вечную я возлюбил тебя и потому просер к тебе благоволение. Друзья мои, Бог любит человека. Он любит нас. Он никогда не изменяется. Послушайте. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни те ни перемены. Он никогда не подстраивается ни под кого. Он никогда не меняется. Он стабильная слишком личность для того, чтобы подстраиваться под кого-то. И Библия открывает его как любящего и доброго Бога, который не приносит боль ни в одну семью, ни в один дом, ни в одну страну. Чтобы понять причину, откуда все эти беды, откуда все эти проблемы, нам нужно возвратиться в прошлое. Очень далекое, самое далекое прошлое к истокам человечества. А Библия говорит, в начале сотворил Бог небо и землю. Я вам должен сказать, мне очень жаль, что мы переключились на другой видеопроектор и что-то произошло, что пишет черными буквами. И мне очень жаль, но я буду вам здесь тексты из Библии, я буду вам читать эти тексты вслух. Друзья мои, когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил его без единого изъяна. Земля была самым прекрасным местом для обитания. Бог сотворил совершенными мужчину и женщину без единого изъяна. И поместил их в совершенную среду обитания. Он хотел, чтобы люди никогда не имели горя, никогда не имели страданий. Он хотел, чтобы люди всегда были счастливыми, здоровыми, любящими и добрыми. Болезни, страдания и смерть никогда не были частью Божьего плана. Но откуда тогда появилось все вот это зло? Какая злая сила действует в нашем мире? Библия называет эту силу, эту власть, называет ее сатаной или дьяволом. Мы с вами находимся в центре космической драмы. И надо заметить, что мы с вами вовлечены в эту борьбу. Мы не просто вот так вот наблюдатели над тем, что происходит. Каждый из нас имеет огромное причастие к тому, что происходит сегодня в нашем мире. Знаете, если мы думаем, что сатана это всего лишь миф, легенда или может быть какое-то влияние, то мы остаемся абсолютно не подготовлены к тому, что может произойти в нашей жизни и в отношениях с этой личностью. Библия говорит «Горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Апостол Петр когда-то писал в первой христианской церкви такие слова «трезвитесь, подствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он ходит как рыкающий лев, он жаждет крови, он жаждет смерти каждого, кто создан по образу и подобию Божьему. Нам необходимо знать, кто он такой, откуда он взялся и чем же все это закончится. Но должен сказать вам, Бог никогда не творил дьявола и сатану. Трудно поверить, но однако Библия говорит «Я видел сатану, спадшего с неба». Кажется, это нереальным. Как это может быть дьявол на небе? Библия раскрывает самую трагическую историю. Сатана, или как его раньше называли в Божьем Царстве, это был Светоносец, это был Сын Зари, или его имя еще было Люцифер, то есть Светоносец. И вот этот Светоносец, он превратился в демоническое существо. Бог создал его прекрасным и разумным существом. Он был самым сильным ангелом, которого когда-либо творил Бог. Все ангелы были, они благоговейно относились к нему уважительно, потому что Бог сделал его руководителями своих ангелов. И он возомнил о себе слишком много. Знаете, насколько далеко представление многих художников о том, кто такой дьявол и сатана. И они рисуют его с рогами, с вилами в руках, с хвостом, с копытами, и думают, что вот он черт вот такой. Но это такая огромная-огромная ошибка. Эти идеи художникам дает дьявол. Чтобы люди никогда в жизни не подумали, что он другой, что он красивый и симпатичный, и что он мускулистый и сильный, и что он является сверхъестественным существом, а просто какой-то рогатый. Но я хочу вам сказать, друзья мои, это его идея, чтобы люди так думали о нем, а он приходит к ним совершенно в ином свете, в таком, как он есть на самом деле. Я должен сказать вам, символически используя образ цариотира, Библия описывает Люцифера, ангела, который стал впоследствии дьяволом и сатаной. Послушайте, что об этом пишет пророк Езеки. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. Итак, Библия, впервые мы читаем слово, которое нам встретилось за эти дни, слово беззаконие, восстание против Бога и Божьих законов. Эта личность восстала против Божьих законов. Люцифер занимал самое высокое положение среди ангелов небесных. Это он организовывал ангелов Божьих в служении Господу Богу. Это он организовывал их, выполнять любое поручение Бога. Почему же он упал? Почему же это произошло? Библия дает ответ. От красоты твоей возгордило сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Я хочу, чтобы вы сегодня открыли для себя причину проблем. Я помню, доктор здесь нам с вами говорил в начале. Он задал вопрос, сколько аптек существует в городе Крымом Роге. И он провел такую параллель. Десять или двадцать лет назад, я уже не помню, было больше или сегодня. И все мы знаем, что сегодня больше. И проблему он сказал очень важную. Мы часто используем всякие пилюли для того, чтобы лечить последствия, а не причину. И поэтому, лечя последствия, мы калечим другие органы, и мы получаем другие заболевания. А надо было бы открыть причину и лечить причину. И поэтому сегодня я хочу вам показать причину всех проблем. И как же Бог планирует вылечить от этой причины и разрешить эту проблему. Этот прекрасный и возвышенный ангел, он возжелал славы и почтения, которых только мог ожидать Господь Бог, Творец неба и земли. Только Бог заслуживал этого, а он жаждал власти, он хотел стать равным Богу. Этот сотворенный ангел захотел управлять всей вселенной вместо Творца. Он захотел стать Богом. Я хочу вам задать вопрос. Вы можете кто-нибудь стать Богом? Вы знаете, меня удивляет, как глупо мыслить сотворенному существу стать Богом. Но, однако, вы видите, что является причиной, почему он так мыслил? Потому что он возгордился и посмотрел на себя, что он сильнее всех других ангелов. Красивее, возвышенный, имеет больше всего возможностей, чем любой другой ангел. И он стал себе думать, а почему бы мне не стать Богом? И вы знаете, этот сотворенный ангел, он захотел управлять вселенной вместо Творца. Послушайте, что он говорил. Библия зафиксировала его слова. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой. И сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Незадолго до этого Люцифер принялся коварно разрушать любовь и справедливость, которыми Бог управлял всей вселенной. Почему же это произошло? Разве Бог не сотворил Люцифера совершенным, прекрасным ангелом? Бог всегда создавал разумных существ со свободой выбора, со способностью принимать свое решение. Бог не хотел, чтобы разумные существа бездумно подчинялись Ему. Скажите, животные имеют разум? Нет. Нет. Они действуют инстинктивно. Они не действуют соответственно логике разума. Они не принимают решение соответственно этого. Инстинкт двигает именно то, что они делают. Бог не мог создать разумное существо, не дал Ему свободу выбора, мысли, для того, чтобы Он мог думать, принимать собственное решение. И поэтому, создавая разумных существ со свободой выбора, Он понимал, что когда-нибудь кто-то может сделать неверный выбор и сказать Богу, в конце концов, «Нет! Я не хочу делать так, как ты говоришь! Я не хочу тебе слушаться! Я хочу поступать по-своему!» Но у Бога не было выбора. Иначе не дал свободу выбора, Он не мог создать разумных существ. Однако, давая им свободу, Бог всегда желал служения любви, доброты, взаимопонимания по отношению друг к другу и по отношению к Богу. Таким образом, Люцифер, как любой из нас, сделал свой выбор. Он возгорелся своей красотой, он захотел стать равным Богу. Это необузданное желание привело его к бунту и к восстанию. И святого ангела, Люцифер, превратился в демоническое существо, нацеленное на разрушение. И, конечно же, встает вопрос, кто же ответственен сегодня за зло, которое происходит в мире? Можем ли мы сегодня отнести это к Богу, который создал Люцифера? Или, может быть, мы не можем сегодня взвалить все это на Бога? Я хотел бы вам привести такой маленький пример. Бога невозможно обвинить в этом. Например, Бог создал на земле виноградную лозу. У вас растет здесь виноград. И виноград вкусный, правильно? Есть не очень вкусные там разные сорта, но виноград это хорошо. Смотрите, с винограда можно виноград кушать, с винограда можно сделать хороший напиток, с винограда можно выдавить сок, правильно или нет? И это все вкусно и полезно. С виноградом можно сделать изюм, и это тоже вкусно. Но с виноградом можно сделать алкогольное вино, правильно или нет? Неумеренное употребление которого, что делает с человеком? Оно бьет по мозгам, происходит химический процесс, и оно бьет по мозгам, и человек разумный становится безумным. Так или нет? Нет, давайте обвиним вместе Бога, плохой Бог, потому что Он создал виноградную лозу. Вот не создал бы виноградную лозу, не делали бы с винограда алкоголь, и не были бы пьяными. Скажите, можем мы обвинить Бога за то, что Он создал виноградную лозу? Нет. Что-то похожее я хотел бы, чтобы вы могли заметить, и с разумными существами. Бог создал совершенным, разумным, прекрасным, дал свободу выбора, и теперь, используя неправильно свою свободу выбора, разумная личность становится безумной. Скажите, все люди абсолютно умные сегодня, или есть много безумных сегодня? Есть много безумных. Вот тот, который убивает своего ближнего, он хороший человек, плохой человек, а у него такие же самые возможности, как и у вас. И вы считаете это плохим делом, а он считает это нормальным делом. Почему? Что Бог его таким создал? Нет. Это его выбор. Вот что-то подобное произошло и с Люцифером. Я сегодня хочу сказать вам, Люцифер, он изменился. Он позволил себе развить гордыню и сознательно трансформировал совершенство своего характера, своего разума в мятежность, в восстание. Конечно, Бог мог одной ослепительной вспышкой уничтожить Люцифера. Но поступи Бог так, все оставшиеся разумные существа, они бы тряслись по отношению к Богу. На них бы напал страх, что если вдруг ты где-то оступился, Бог тебя покарает. И поэтому Бог не смог его уничтожить, тогда, когда это произошло. Бог отрезал отрезок времени во Вселенной и позволил развиться всем этим событиям, страстям, этому злу, которое родилось в этой личности, чтобы оно принесло плод и чтобы вся Вселенная в конечном итоге могла бы осудить зло и сделать правильный выбор. Друзья мои, грех, восстание против Бога, оно приводит к распаду. Грех, грех это беззаконие, это нарушение Божьих законов, Божьих стандартов, это восстание против Бога. И хочу сказать вам, что вот этот грех, вот это зло против Бога, оно разрушительно. Я хочу рассказать вам одну историю. Много-много лет тому назад знаменитый художник Леонардо де Винчи писал картину «Последняя вечеря». Знаете, в конце концов были написаны все персонажи за исключением только двух личностей. Не было лица Иисуса и не было лица Иуды, предателя Иисуса, Иуды Искариота. Вы знаете, до того, как я прочитал эту историю, я никогда в жизни не думал, что картину можно очень долго писать. Я не художник, и поэтому я думал, ну сколько картин можно писать? Ну, день, если это небольшая, если большая, серьезные какие-то идеи, ну неделю, ну две недели, ну месяц, ну два месяца, ну никогда не больше. Что ж там можно рисовать, когда это небольшое полотно? Сколько ж можно там рисовать? Но я хочу вам сказать, я открыл уникальную вещь. Оказывается, годами можно рисовать, писать картину. И Леонардо, когда он закончил, он очень быстро написал 10, то есть 11 учеников Иисуса. Осталось только лицо Иисуса и лицо Иуды. И вы знаете, целый год прошел, пока Леонардо нашел человека, с которого написал лицо Иисуса. Это был молодой человек, которому было 14-15 лет. И этот человек выглядел очень, он был молодым. Леонардо, конечно, когда писал лицо этого юноши, то он придал более взрослые черты ему. Но должен сказать вам, он в лице этого мальчика, он увидел доброту, сочувствие, сострадание, любовь. И он подумал, точно это такое лицо. И поэтому он написал с этого юнца лицо Иисуса Христа. А затем ему осталось еще Иуды Искариота лицо написать. И вы знаете, сколько он времени потратил? Он год ходил, искал по своему городу. Затем он пошел в села, он пошел в другие города. Прошло 5 лет, прошло 10 лет, прошло 15 лет. А он не может найти, с кого написать Иуду. Он искал лицо, исполнено жестокости, ненависти. И он не мог найти такое лицо. И когда уже прошло 20 лет, возвращаясь домой, весь разочарованный, он зашел в пивнушку, чтобы напиться с горя. И когда он зашел в пивную, вдруг за одним столом, он увидел того, кого искал 20 лет. И он подошел к этому человеку и сказал, я тебе дорого заплачу. Только, пожалуйста, прийди в мою мастерскую завтра. Я хочу написать твой портрет. Этот человек в следующий день уселся в кресло, и Леонардо схватил кисти, краски и стал писать портрет, лицо этого человека. Через несколько времени этот человек заговорил, и он сказал, а вы меня не помните. Леонардо посмотрел на него внимательно и говорит, нет, я вас никогда не видел. Если бы я вас видел раньше, я раньше бы вас пригласил. Тишина опять. Леонардо пишет, а он потом говорит, двадцать лет тому назад я сидел в этом кресле, и вы писали с меня лицо Иисуса Христа. Друзья мои, один и тот же человек послужил для Леонардо, художника известного, для того, чтобы написать лицо Иисуса и лицо предателя Иисуса. Один и тот же человек. двадцать лет послужили этому юнцу деградировать из красивого, доброго, любящего, сочувствующего, сострадательного лица стало лицо наполненное ненавистью, жестокостью. Грех, зло, оно деградирует человека. И ввиду уже появившегося зла сатане было позволено показать истинный характер греха. Коварный вирус сомнения и обмана, который распространял Люцифер, оно, это его идея, заразила третью часть божьих ангелов. И как ни странно, Библия описывает, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, но не устояли. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. Трагическая история продолжалась. Обращаясь к своим сторонникам, Люцифер призывал, не свергните Бога с престола, убейте его, я дам вам свободу. Бог с любовью дал им все и свободу. Люцифер безысходность. Ничего. Библия говорит. И низвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним на землю. Итак, небеса стали полем первой войны. Первая война, друзья мои, произошла на небе, во вселенной, не на земле. Но конфликт между Богом и восставшим ангелом, он не закончился. Он перенесся на другое место. Война, начавшаяся на небесах, продолжается здесь, на планете Земля. Война между Богом и дьяволом, она продолжается здесь, на планете Земля. Земля стала ареной, на которой разыгралась великая борьба между добром и злом, где сатана должен показать свой способ, свой метод, свою систему правления. Он же хотел править всей вселенной. И вот он здесь показывает, как он умело правит на земле. Вы спросите, а почему Земля? Почему наша планета должна была стать этим позорищем и этой огромной проблемой? Планета Земля только что вышла из рук Творца, во всем ее великолепии, в совершенстве, неописуемо красивой. И Библия говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил мужчину и женщину, сотворил их совершенный мир, без единого изъяна. И в нем два совершенных человека, Адам и Ева. Библия говорит, и благословил их Бог, и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Бог дал Адаму и Еве возможность управлять этим миром. Этим миром не должен был нашей планетой, не должен был управлять дьявол и сатана, Адам и Ева. Наши прародители, они должны были быть правителями планеты Земля. Друзья мои, далее Библия говорит, «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и взял Господь человека, и поселил его в саду Эдемском». Бог создал дом для человека, Он создал прекрасное место обитания. Очевидно, что для сатаны этот мир представлялся лакомым куском. Он не попытался завоевать уже утвержденную планету, Он не попытался завоевать планету, где все, откуда все это могли наблюдать, все его действия, восстания против Бога. Он не попытался их завоевывать. Он завоевал новорожденного младенца. Наша планета только что вышла из рук Божьих, только что была рождена, и Он захватил наш мир. Знаете, Адам и Ева, они были сотворены абсолютно совершенными. Кто из вас знает, сколько процентов мозгов работает человека сегодня? От трех до пяти самого умного человека максимум. А все остальное мертвые залежи. У Адама работало сто процентов. И у Евы тоже. Бог создал их абсолютно совершенными, но они не были лишены возможности поступать неверно. Они были вольны, они были свободны принимать собственные решения, любить Бога, быть послушными Богу и Его законам, или игнорировать повеления Божьи. И ввиду того, что появилось зло, их верность Богу, доверие должно было быть испытано. И это испытание было заключено в одном единственном дереве. Многие люди, которые читают Библию, которые, вернее, может быть, слышали и не читали, они очень превратно это понимают. Но я сегодня хочу, чтобы вы могли посмотреть правде в глаза. Что за этим всем стояло? И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вы знаете, это было разумным требованием. это было что-то наподобие, если бы вы, как родитель, оказались наверху 15-этажного дома, где плоская крыша, и вы оказались в силу каких-то непредвиденных обстоятельств, и вы оказались бы не один, а вместе с вами маленький ваш сыночек, может быть, 3-5 годиков, и там есть по кругу только вот несколько таких арматурин, и к ним одна полоска, одна арматурина приварена, и запросто можно упасть оттуда. А ваш сыночек, когда увидел эту огромную площадку ровненькую, начал бы бегать туда-сюда. Что бы вы делали, как папа, как любящий отец своим ребенком? Радовались бы, что он бегает по крыше 15-этажного здания? Если вы его любите, вы бы просто наблюдали и радовались, или что-то бы делали? Я вам расскажу, что бы я сделал. Я вырастил троих детей, и я хочу вам сказать, что я бы его схватил, либо его взял на руки, это одна из возможностей, или вторая, схватил бы его за руку и сказал, не на шаг от меня. Скажите, а он бы вырвался, он бы кричал, ты плохой папа, ты не хочешь меня отпустить, я хочу бегать. скажите, если бы я его никуда не отпустил, плохой я папа на самом деле, или хороший? Наверное, хороший. А он бы понимал, что я плохой, но на самом деле, я хороший, я его люблю по-настоящему, поэтому я не хочу, чтобы он лишился жизни, я хочу спасти ему жизнь. Что-то подобное Бог сделал, когда он насадил это дерево, познание добра и зла, и к которому сказал, не прикасайся. И он сказал человеку, понимаешь, есть дьявол и сатана, противник Бога, и он хочет вам сделать зло, но я ему запретил где-нибудь касаться к вам, но здесь у этого дерева он может вам сделать зло, поэтому поверьте мне, не прикасайтесь, не подходите к этому дереву, и все будет классно. А человек себе решил по-другому. Человек имеет разум, и он пользуется им, и он воспользовался не в том направлении. Друзья мои, должен сказать вам, здесь был важен принцип, кому ты доверяешь, кого ты слушаешься, на чьей стороне ты хочешь быть, но более всего человек уязвим, когда его застают врасплох. Как раз это и случилось с Евой. Сатана использовал свою сверхъестественную силу, чтобы обмануть ее, сатана очень редко действует открыто. Он использует организации людей, животных, даже змея, для того, чтобы обмануть человека. Без сомнения. Дьявол был первым гипнотизером, дьявол был первым колдуном, дьявол был первым экстрасенсом. Ева даже подумать не могла, что змей может быть медиумом другого существа. Она разговаривала с ним как с натуральным змеем. Он ее загипнотизировал и она думала, что она разговаривает с натуральным змеем. Но там был дьявол и сатана сверхъестественное существо для человека. Знаете, и дьявол спросил Еву, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вы слышите? Мы с вами читали уже предыдущий текст. Бог сказал от какого дерева не ешьте? От всех деревьев в этом Эдемском саду в раю. Так Бог сказал? Нет, дьявол сразу обманывает. Вы чувствуете сразу? Он задает вопрос, а правда ли, что Бог вам запретил есть от всяких деревьев? Это что обозначает? Он воссоздал на голодную смерть. Но Бог так же не сделал. Одного дерева и все. В порыве верности Ева стала отстаивать позицию Бога. И она сказала плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В этом диалоге дьявол сделал все возможное, чтобы посеять сомнение в Божью правду. И он тогда сказал ей нет не умрете. Слушая слова и заявления змея в сознании Евы возможно пронзила мысль змей противоречит Богу. Еще ни разу в жизни она не слышала, чтобы кто-то противоречил Богу. И сейчас впервые в жизни она услышала противоречие. Бог сказал умрете, а змей говорит нет не умрете. И вы знаете наверное чувствуя замешательство Евы змей добавил но знает Бог что в день который вы укусите их то есть эти плоды откроются глаза ваши и вы будете как боги знающие добро и зло. Другими словами дьявол сказал Еве что Бог скрывает от нее что-то очень хорошее что Бог нехороший что он плохой он не хочет чтобы вы стали богами вот он сам Бог а вы не хочешь чтобы стали богами скажите а кто хотел стать Богом первым он сам и когда у него не получилось что он делает предлагает другим для чего чтобы другие стали в оппозицию по отношению к Богу он знает что если Ева попытается стать Богом у нее никогда не получится и поэтому она будет другом дьяволу а не другом Богу и поэтому он использовал кажется лучшее стать Богом Ева по всей вероятности понимала и видела огромную разницу между собой и Богом и ей тоже захотелось стать Богом и она поверила и она поверила змею Библия дали сообщает что произошло и увидела жена что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно потому что дает знания и взяла плодов его и ела и дала также мужу своему и он ел и открылись глаза у них у обоих и узнали они что наги и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание они не выдержали Божьего испытания и очень скоро почувствовали что с ними что-то вдруг произошло впервые в жизни они испытали стыд страх и вину они поняли что ослушавшись Бога они потеряли теперь все счастье совершенную любовь общение с Богом свой дом и владычество над всей землей из хозяев они превратились в рабов а Библия говорит неужели если вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы кому повинуетесь кого слушаетесь тот ваш господин а вы его рабы я хотел чтобы вы были моими а вы захотели стать рабами дьяволу и вот это выбор который сделали наши прародители а мы потомки наших родителей и поэтому то зло которым наполнились наши прародители стал на сторону дьявола его рабами его слугами стали мы родились уже такими же яблоко от яблони далеко что не падает и поэтому мы похожи на Адама и Ев поэтому мы те которые стали рабами и слугами дьявола и поэтому я неспроста сказал что мы с вами участники в этой великой борьбе между добром и злом друзья мои вот так сатана похитил новорожденный мир и когда этот трагичный день подошел к концу Бог стал искать Адама и Еву вы заметили Адам и Ева не ищет теперь Бога они не хотят с ним встречаться им уже не нужен он а Бог ищет человека вы знаете с тех пор и до нынешних времен Бог ищет человека который вернется к нему который признает его своим господом и отвернется от дьявола своего господина вы понимаете происходит этот процесс на протяжении всей истории человечества и знаете Бог стал искать и это очень уникальная ситуация потому что у Бога было назначено место с Адамом и Емой и время в которое под вечер они каждый день встречались и Бог пришел как обычно в прохладе дня Библия сообщает пришел на то место где он договорился где они всегда встречались и обычно происходило следующее Адам и Ева уже поджидали Бога и как только Бог приходил они возможно прыгали ему на шею обнимали его радовались общались а сегодня не приходят нету Адама и Евы и Бог стал ходить по этому раю и кричать Адам где ты Адам где ты вы знаете они спрятались но в конце концов Адам медленно вышел из-за кустов опоясанный смоковными листьями заметили они потеряли что-то они никогда в жизни не не знали то есть вернее как они были всегда одетыми но когда они ослушались Бога исчезла одежда это не значит что они не видели друг друга на гиме до этого времени но вот так вот как это произошло теперь они никогда не видели и они увидели что у них появился стыд и вот чтобы этот стыд как-то угомонить в себе они нарвали листья в споковнице опоясались и решили все как и было а знаете что они потеряли световая одежда была человек светился световая одежда которая покрывала наготу и теперь когда они съели этот плод эта одежда исчезла и они стали ногами вы знаете и теперь они выходят Адам обоясанный смоковными листьями и признался Господу голос твой услышал я в раю но убоялся потому что я наг и скрылся Адам прежде никогда не боялся Бога он каждый день с ним встречался и общался и говорил уста к устам а сегодня он боится даже того кто очень сильно любит его вот что принес грех в мир вот что принесло беззаконие и восстание против Бога в наш мир оно принесло страх по отношению к тому кто тебя любит и тогда сказал Бог кто сказал тебе что ты инак не ел ли ты от дерева с которого я запретил тебе есть обратите внимание на ответ Адама жена которую ты ты мне дал она дала мне от дерева и я ел подумайте только друзья мои несколько часов тому назад Адам ради своей жены настолько ее сильно любил что он готов умереть был с ней вместе знаете почему я это говорю Бог дал совершенную любовь он любил больше чем любой мужчина сегодня на земле может любить свою девушку или жену и он ее любил и теперь он понимал что он расстается с ней навсегда если Ева была в гипнозе когда она сделала этот шаг Адам сознательно сделал этот шаг Адам понимал что Ева сто процентов будет уничтожена умрет он знал и он верил Богу Господь сказал в день который ты укусишь смертью умрешь и тогда он посмотрел на нее но так любил сильно что сказал давай сюда этот плод я тоже съем и умру вместе с тобой я не хочу с тобой разлучаться вот такая была любовь а посмотрите что произошло после того как он съел плод он катит бочку на ел он говорит Боже то есть он говорит Боже при чем тут я я в общем-то хороший это жена которую ты мне дал это она все наделала вы можете представить себе я вам хочу показать вы должны открыть для себя уникальную правду когда вы делаете грех зло против Бога вы тогда способны делать зло по отношению своего ближнего если вы не будете делать зло по отношению к Богу вы по отношению к ближнему никогда не сделаете зло вы его будете любить своего ближнего но сделав зло против Бога вы способны делать зло против ближнего кажется что он вот он любил ее так сильно но он не послушался Бога до конца ему надо было не съесть этот плод и у него бы осталась такая же любовь к Еве но сделав это зло отверг Божье слово он теперь способен был зло делать по отношению своего ближнего но вы знаете Ева не согласилась она не согласилась что виновата и тогда Бог сказал жене что ты это сделала жена сказала змей обольстил меня и я ела я не виновата ты что Господи что он на меня бочку катит а вообще то мы оба не виноваты знаешь почему эта проблема вся в том что ты создал этого змея вот не было бы змея и вот так вот классно было бы все и таким образом а змеи он молчал когда Господь был там потому что Бог видит лучше чем человек и поэтому змей молчал и получилось что змей ничего не мог сказать в защиту свою и поэтому причина причину взвалили люди на Бога Бог создал змея поэтому нам проблема если бы не было змея мы бы жили очень хорошо и таким образом виноватым стал Бог и скажите как сегодня люди говорят когда они видят беззаконие какую-то проблему страдания горе они говорят да где же Бог виноват Бог зло происходит виноват Бог но это огромная ошибка Бог не виноват Адам и Ева отвернулись от Бога и как следствие разобщенности с Богом появилась вражда гнев обида страх болезни и в конечном итоге смерть тот же день они должны были умереть но в силу вступил божественный план спасения он пообещал Господь пообещал людям мессию избавителя бессмертие было обещано Адаму и Еве только при условии послушания Господу Богу а слушавшись Бога они лишились вечной жизни и Бог выселил их из Эдемского сада Библия говорит и изгнал Адама и поставил на востоке усады Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся чтобы охранять путь к дереву жизни знаете дьявол сказал нет не умрете но Библия свидетельствует всех же дней жизни Адамовой было 930 лет и он умер он умер знаете Божья правда она всегда правда дьявол обманул он сказал вы не умрете а Бог сказал умрете и вы знаете Адам умер и сегодня скажите смерть существует или нет Библия говорит что как Адам умер так и смерть перешла во всех человеков и все люди подобно Адаму умирают поэтому то что сказал Бог это абсолютная правда а то что сказал дьявол это ложь это обман друзья мои слишком поздно поняли Адам и Ева что дьявол есть и лжец и отец лжи какой эффект грех оказал на планету земля знаете наш современный мир который был совершенным без изъяна он стал отравлен грехом земля стала местом болезни жестокости плача и смерти и миллионы озадаченных людей сегодня хотят знать кто виноват во всем этом когда же все это закончится сколько могут страдать люди на земле очень легко как я уже вам сказал обвинить Бога но виноват в этом не Господь Бог кто же в действительности несет ответственность за все бедствия проблемы на земле я не боюсь сказать это в этом повинен абсолютно дьявол и человек который повинуется ему который стал его слугою и его рабом вот что принес наш мир дьявол и грех и мы имеем сегодня возможность видеть что представляет собой мир в котором мы живем надо сказать что еще там в Эдеме Бог пообещал спасителя человеку Библия говорит что Бог пообещал Адаму и Еве я пошлю к вам искупителя я пошлю к вам мессию я пошлю к вам спасителя и вы знаете в этот же день должен был умереть Адам и Ева Бог сказал в день в который ты вкусишь от этого дерева смертью умрешь но вы знаете Адам прожил 930 лет он не умер в этот день что значит Бог обманщик нет а что же случилось произошла ли смерть в день когда Адам и Ева умерли то есть согрешили произошла и знаете какая смерть вместо Адама и Евы умерли умерли ягненка которые стали прототипами спасителя человечества и Бог с этой кожи этих козлят шил Адаму и Еве одежду потому что смоковные листья это все ерунда это то что нужно каждый день менять и возможно по нескольку раз и поэтому Бог шил им из кожи одежду а кожу взял с этих ягнят которые стали прототипом вам понятно слово прототип то есть они стали прообразом Мессии что однажды придет невинный и умрет за тебя виновного сегодня за тебя виновного умирает этот ягненок Агнец написано в Библии Агнцы умерли вместо Адама и Евы в тот же день произошла смерть Бог честен и правдив но Он пощадил человека разумное существо дал ему шанс дал ему шанс вернуться опять в потерянный рай наладить отношения с Богом встать на сторону Бога чтобы вернуться в потерянный рай поэтому друзья мои перед всей разумной вселенной сатана продемонстрировал кто он на самом деле это он организовал убийство спасителя человечества он использует разные способы обмана Библия говорит и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света он не является как простите черт он является как ангел света и это очень важно Библия говорит это бесовские духи которые творят чудеса и знамения и сегодня дьявол очень хорошо подстроился к современной цивилизации дьявол очень хорошо подстроился к людям и он сегодня творит добро чтобы люди были на его стороне он сегодня он слишком изобретательный он слишком серьезный психолог он имеет тысячелетний стаж знать людей как они поступают как они мыслят и поэтому он очень хорошо знает человека сатана способен творить чудеса сегодня способны на это его ангелы он даже людям своим конкретным помощникам дает силу творить чудеса и знамения лишь по одной причине чтобы обмануть людей вы знаете а людям очень нравятся чудеса когда происходит чудеса какие-то знамения люди сразу думают что это Бог а Бог шутками не играется а дьявол это делает для того чтобы обмануть людей добрая весть гласит в том что планета земля которая захваченная сатаной она скоро будет освобожденной Бог небесный грядет как царь царей и когда он придет пророчество пророка из Икииля который написал пророчество за 500 с лишним лет до Рождества Христова оно исполнится абсолютно от дьяволя это пророчество которое еще не исполнилось послушайте так говорит Господь я низвергну тебя херувим осеняющий я извлеку из среды тебя огонь который и пожрет тебя и я превращу тебя в пепел на земле как Содом и Гоморру Бог говорит что настанет момент расплаты и Бог говорит я превращу тебя в пепел и Бог же превратил пепел Содом и Гоморру и Библия говорит что то же произойдет с ним он будет превращен в пепел навеки исчезнут грех навеки исчезнут страдания прекратится боль плач прекратится насилие друзья мои Бог небес скоро придет на нашу планету он придет как царь царей как имеющий власть править он вернется на свою восставшую планету как победитель мы должны быть готовыми к этому событию мы живем с вами последнее время когда умножится знание мы живем последнее время и Библия говорит последнее время оторвется камень без содействия рук и ударит в ступни ног из тукана помните о вчерашней лекции мы живем в преддверии того события когда Бог положит конец всем проблемам всякому злу это очень торжественное время и мы должны быть готовы если мы опоздаем подружиться с ним можно потерять тогда все до сих пор до сих пор Господи, на небо склонит тучи, Господи, Вчера осенние дожди, стучася в окно, ко мне пришли. Исчезли в солнце добрые лучи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти и как идти? Господи, я знаю, Ты не человек, Господи, не изменяющийся век, Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще увижу небо я, сред тучь холодных и дождя, Не унывай, душа моя, Бог твой искала. Господи, через беды все испытания, За все грехи через раскаяния, Иду к Тебе, иду к Тебе. Господи, звучат в набат с креста Твои слова, Не за здоровых умираю я, Больным дана любовь моя. Господи, я знаю, Ты не человек, Господи, не изменяющийся век, Господи, я говорю душе в ответ, Будет свет, будет свет. Еще увижу небо я, Сред тучь холодных и дождя, Не унывай, душа моя, Бог твой искала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я, конечно, знаю очень мало о вас, равно как и вы обо мне. Я абсолютно не знаю, через что пришлось вам пройти в этой жизни, но я знаю, что в каждой семье есть трудности, есть проблемы, есть болезни, есть плач, и смерть, как нежданная гость, заходит в каждый дом. Это правда или нет? Знаете, может быть, в этом зале сегодня сидит человек, который совсем недавно похоронил свою жену, мужчина. Похоронил свою жену, и, возможно, они жили очень хорошо, и поэтому у него стоит вопрос, почему? Возможно, что она еще достаточно молода, что это неправильно, почему она ушла из жизни? Я не знаю. Может быть, в этом зале есть человек, который женщина, милая женщина, которая хорошо жила с своим мужем, но он ушел из жизни. Он умер, и, возможно, она молится и говорит, да где же Бог, почему это произошло? Другие бьются, ругаются и живут. А мы так хорошо жили, и его не стало у меня. Возможно, в этом зале сидит человек, который никогда в жизни не видел своих родителей, который никогда не видел родителей. Возможно, его родители погибли в какой-то катастрофе, или умерли, когда он был маленьким ребенком, и он даже не имеет никакой памяти о них. И он себе думает, почему это произошло в моей жизни? Почему другие дети говорили, папа, мама, а я жаждал кому-то сказать, и не смог сказать никому никогда, папа и мама. Почему это произошло в моей жизни? Возможно, что в зале сегодня есть люди, которые похоронили детей своих. Это неправильно! Это неправильно! Потому что дети должны расти и жить. И, возможно, вы говорите, я первым должен был умереть. Почему мой ребенок умер? Я тоже похоронил свою дочь. Это неправильно! Это неправильно! Она должна бы жить. Почему сегодня происходит это? И, возможно, вы хотите иметь ответ на это. Почему? Я вам только одно хочу сказать. Друзья мои, скоро этой беде, этому кошмару придет конец. Скоро придет Бог Небесный, который решит эту проблему. И если вы сегодня говорите, почему Бог не сделает сегодня для меня что-то, Он делает прямо сейчас для каждого из вас. И я хочу вам сказать, если вы думаете, что вы один плачете о своем любимом человеке, и вы думаете, что только Он вам дорог, то есть только вам Он дорог, этот человек, вы глубоко ошибаетесь. Богу Он еще дороже. Завтра я вам скажу, почему. Но Богу этот человек еще дороже. Он создал его по образу и подобию своему. Богу Он еще дороже. Когда вы плачете, Бог плачет тоже вместе с вами. Он не на расстоянии. Он рядом с вами. И Он поддерживает вас. И Он плачет вместе с вами. Но время приблизилось. Библия говорит, что наступит последнее время. И мы живем с вами в последнее время. И Библия говорит, что в последнее время оторвется камень без содействия рук. И Он положит конец всем этим бедам. Этот камень, это пришествие всемогущего Бога, который установит свое вечное царство здесь, на этой земле. Там не будет плача. Там не будет боли. Там не будет смерти. Бог восстановит все. Он никогда не хочет, чтобы этот кошмар больше повторился во вселенной. подождите еще чуть-чуть. Потерпите еще чуть-чуть. Но поверьте Богу, отвернитесь от обмана дьявола. Повернитесь к Богу, Который создал вас и Которому вы очень дороги. И Он скоро придет, чтобы взять вас к себе от всех этих кошмаров. И я верю, что Он скоро придет. И я жду Его, потому что я хочу встретиться со своей дочерью. И я знаю, что это произойдет. Это не пустые слова. Я завтра нечто покажу вам в этом вопросе. Завтра и послезавтра. Поэтому сегодня я хочу сказать вам, поверьте Богу, Он любит вас. И вы самое дорогое, что есть у Него. И скоро наступит освобождение. Я хочу помолиться о вас. О, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за то, что сегодня Ты нам показал причину проблем, причину войн, причину болезней, причину плача и причину смерти. О, Господи! Нам очень сложно что-либо сказать, потому что каждый из нас все это видит, живет в этом. Приди на помощь. Избавь нас от этих бед. Подаю в Твою руку помощи каждому человеку. Особенно молюсь за тех, которые, возможно, недавно потеряли любимых своих и дорогих их сердцу. Ободри их, утеши, Господи, и гряди скорее на эту землю, чтобы прекратился этот кошмар, этот ужас, и чтобы наступило Твое Вечное Царство. И нам так хочется быть в Твоем Царстве. Поэтому, пожалуйста, пойди в нашу жизнь. Стань нашим другом, чтобы нам быть в Твоем Царстве. Сегодня, когда мы пойдем с этого места, хранив дороги у пути каждого человека, пошли им нужный транспорт, позаботься о их домах, о их семьях, чтобы Твой мир и достаток был в каждом доме. молитва наша об этом во имя драгоценное для нас, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Огромное вам спасибо, что вы были с нами сегодня. И я хочу сказать вам, Бог вас любит. И я люблю вас. Всего вам самого доброго. Подумайте о времени. Завтра у нас встреча в 17 часов. Подумайте о возможности времени на полчаса сдвинуться. Но вы подумайте и завтра нам скажете. Всего вам самого доброго. До свидания. До завтра в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok